Говорят, что опытный комбайнер может за день намолотить больше 180 тонн хлеба. Правда, для этого нужно работать иногда до полуночи, а иногда и вовсе до зари. Такие герои жатвы нашлись в Барановическом районе, на колосящихся полях открытого акционерного общества «Птицефабрика Дружба». Экипаж в составе старшего комбайнера Александра Семенюка и его помощника Александра Луцко намолотил 2000 тонн зерна, которые позволили Барановическому району стать первым стотысячником из всех регионов области. О своих заслугах герои жатвы говорят скромно, отдавая лавры то пресловутой сплоченности, то техники. В чем секрет хорошей работы? В чем секрет? Удача, естественно, потому что самое большее. Не ломались, хорошо и шли. Добиваться таких результатов нам помогает, конечно же, большой опыт, немножко сплоченность коллектива, когда мы друг друга понимаем, взаимопонимание, подмена, надежность компании, главное, отремонтировать. И то, что своя модернизация, которую мы произвели, добились результатов. И теперь, на данный момент, показываем результат, который добились мы. Кстати, по словам Александра Луцко, хорошим подспорьем для достижения такого высокого результата стала модернизация родного комбайна КЗС-7, который, благодаря стараниям местного механизатора, позволяет сегодня намолотить до 150 тонн зерна в день. На этом комбайне мы поставили белочинскую резину выше размером, которая не идут с завода. Тем самым мы подняли угол атаки ршотного стана. Система очистки производит очистить зерно лучше чистить, с минимальными потерями. И, соответственно, в бункер поступает больше зерна. На каждый день выходит несколько килограмм, а за день выходят тонны и дальше. Чем дальше выбираем, тем больше намот получается. В последний день июля девять героев жатвы Барановического района глава региона Константин Сумар поздравлял прямо в поле, на их родной Ниве, покорять которую они выходят каждый день, вставая ни свет, ни заря. Для них нынешняя уборочная страда не из легких. В этом году стихия положила почти треть посевов зерновых. Однако, благодаря опытным хлеборобам и желанию внести свой вклад в общий каравай, уборочный локомотив пришел к заветной цифре в 100 тысяч тонн. Мы шли к этому на протяжении последних пяти-шести лет, стабильно шли к получению такого урожая. Конечно, это приятно, с восторжением, я честно вам признаюсь, я каждое утро просыпаюсь, я очень рано уже на работе и ждешь того результата, что вот... Хотя уже примерно знаешь, что вот мы там как сработали за день, потому что окончательная сходка вертается где-то часиков в 12, ну и может даже чуть и позже, а вот утром уже это получаешь, получаешь такое жизненное вдохновение для себя, потому что за тех людей радуешься, которые тоже радуются такому вот событию, урожаю. А урожай действительно впечатляет. На 31 июля барановические аграрии убрали порядка 18 тысяч тонн зерна. Планируется, что к концу этой недели уборочная страда для них закончится. По словам главы области Константина Сумура, к таким высоким показателям привело в первую очередь выполнение государственных программ по возрождению села и указаний президента страны. А еще тот факт, что местные аграрии по-настоящему полюбили свою землю и научились с ней работать. Именно поэтапная работа, пошаговая, с выполнением всех технологических требований, о чем снова не раз нам говорит наш глава государства, и дала нам возможность и брещанам на наших легких землях, не слишком плодородных, иметь сегодня 42 центра урожайно-зерновых, а Барановичка урожайно более 52 центров. Я должен сказать, что из 230 хозяйств, которые у нас сейчас работают, более 130 имеют намолот более 40 центров, 10 – более 60. Это говорит о том, что, в принципе, идут хозяйства очень ровно, и это дорого стоит. Пожалуй, самой главной на торжественной церемонии награждения стала новость о том, что хлеборобы области намолотили миллион тонн зерна. Более того, для Брещена это не предел. Этим летом агрария планирует получить более 1 миллиона 400 тысяч тонн зерна. Это примерно на 200 тысяч больше прошлогоднего. В своем выступлении губернатор региона Константин Сумар поздравил берестерских хлеборобов и подчеркнул, что заслуга миллионного намолота – во всеобщей сплощенности, добросовестном отношении к своему труду и любви к родной земле. Сегодня нельзя сказать, что это работа только или заслуга одних хлеборобов. Я знаю, что в этом хлебном каравае, который мы будем иметь в этом году, это заслуга не только хлеборобов наших, но это заслуга и наших учителей, которые работают в школах, и наших медиков, и наших работников культуры. И здесь много-много можно еще сказать. А правоохранители уже тоже самое. То есть вот эта вся огромная, большая семья, которая называется Брестская область, как раз она и дает нам возможность очень стабильно, устойчиво получать хорошие результаты не только на хлебной ниве, не только животноводстве, но и в целом экономике. Поэтому я сегодня, пользуясь этим случаем, хочу еще раз сказать огромное спасибо всем тем людям, которые причастны к этому хлебному караваю. За этот миллион и за еще больше караваи, который у нас будет по окончании уборки. Спасибо большое. Мира вам всем, добра, счастья, благополучия. И дай Бог, чтобы каждый из вас жил сто лет на этой земле.